Наша конструкция готова, но если мы сейчас ее передадим в CL3D, то не увидим ее в нашем коридоре. Даже если мы туда включим, все построим, но не в плане, не в объемах у нас не будут фигурировать нужные данные. Почему? Потому что на данный момент эта конструкция не закодирована. Точки, звенья и фигуры не имеют своей собственной коды. Напоминаю, что чтобы в плане ваш коридор выглядел нормально, необходимо, чтобы были закодированы точки. То есть нам необходимо, чтобы точки P1, P2, P4 и P6 были закодированы. Тогда в плане мы увидим все необходимые характерные линии коридора. И также S1 и S2 фигуры тоже необходимо закодировать, чтобы они фигурировали у нас в объемах. Но если необходимо построить поверхность по верху нашей конструкции, то, соответственно, звенья L1, L5 и L8 тоже необходимо закодировать. Давайте это и сделаем. Итак, точка P1. Вот она у нас. Даем ей код. Коды даются через скобочки. То, чтобы C1 их воспринимал. Потом точки P2 мы задаем край вверху. Такой же код копируем и в правую часть. Потом точку P4 находим. Даем ей край середины. И точке P6 даем имя. Она у нас вот здесь вот находится. Край-низ. Точки мы закодировали. Теперь нам необходимо закодировать фигуры. То есть фигуры для того, чтобы были у нас объемы. Вот у нас фигура S1. Даем ей имя. Мощение 1. Почему именно такой код? Потому что он присутствует у нас в стандартном наборе кодов. И, соответственно, ей уже будут назначены необходимые штриховки. Как в конструкции, так и в сечении. Что очень удобно. Ну, вы, естественно, можете сдать и свои коды. Здесь мы тоже применим стандартный код под названием основания. Чтобы у нас это все выглядело красиво. Вот. Ну, осталось закодировать L1, L5, L8. То есть находим вот L1 звено. Это необходимо, чтобы можно было построить поверхность. Ну, это просто дело вверх. Звено L1 мы закодировали. Теперь звено L5 тоже у нас фактически будет относиться кверху. Поэтому тот же самый код и L8. Находим L8. Вот оно. Все. После того, как наши элементы закодированы, мы можем переходить к следующей теме. Очень интересное, очень полезное. Это задание целей. Одним из недостатков способов построения конструкции из полилинии является то, что им нельзя сдавать цели для уширения и уклона. Здесь же у вас есть такая прекрасная возможность. Смотрите, как это делается. Я хочу, чтобы моя полоса могла изменять свое положение в зависимости от целей по ширине и по уклону. То есть вверх-вниз и вправо-влево ходить могла. Давайте сделаем сначала по ширине. Для этого есть специальный раздел Target Parameters. Создание целей. Указываю первый параметр под названием цель ширины. У нее есть несколько типов. Это у нас может быть высота, отступ и поверхность. Поверхность это выход на существующую поверхность. У нас такого здесь пока нет. Offset это отступ или version это по уклону. Нам нужен offset это отступ. Вот. Посмотрите. У меня, видите, здесь появилось такое вот окошечко. и я делаю значение Preview. То есть оно ни на что не повлияет. Это только для того, чтобы мы могли здесь проэмулировать нашу конструкцию. Я делаю, например, минус 2. То есть минус, чтобы слева было. С плюсом значит справа. Смотрите. У меня цель по ширине появилась здесь. Теперь я хочу, чтобы у меня по ширине моя полоса была именно вот здесь вот. Как я это делаю? Ширина зависит от точки P2. Таким образом у нас настроена геометрия. Вот она, точка P2. Смотрите. Вот я перехожу чуть-чуть ниже. И тут есть offset target. То есть цель по отступу, которую мы сделали. И она сразу появилась. Цель ширины. Пожалуйста. Все. Теперь наша ширина регулируема. Это не только вот здесь работает, но и самое главное в цивиле работает. Отлично. Мы сделали цель по ширине. Теперь такое же нужно сделать и справа. Ну, так вот все. Территория справа и слева у нас будет одинаковая. Теперь следующая цель по ширине. Цель, вернее, это у нас цель уклон. Указываем, что уклоном является у нас elevation. Это значение по отметкам. Вот у нас появилось. Ну и сделаем на целых две десятых. Чуть-чуть выше. То есть, грубо говоря, моя полоса должна взлететь. Есть. Сделал. И снова иду в P2. Делаю elevation target. И вот что получаю. Не совсем то, что я хотел. Почему именно так получилось? Потому что наша геометрия таким образом настроена, что точка P2 и точка P4 не зависят друг от друга. Произошло это из-за того, что мы используем intersection point. Точка пересечения. Если бы мы использовали зависимость через звенье, то тогда бы точка P2 утащила за собой точку P4 и наша полоса вся бы поменялась. А таким образом, из-за того, что у нас построена таким вот образом геометрия, точка P2 отдельно, точка P4 отдельно. Соответственно, вот таким образом у нас не до конца сделано уширение цели по уклонам. Но, в принципе, это и требовалось показать, что такое цели по уклону. Что для вас это означает? Это означает то, что очень грамотно необходимо продумывать геометрию нашей конструкции, чтобы все зависимости и цели вели себя правильно. Все. У нас заданы коды, у нас заданы цели. Теперь мы можем нашу конструкцию передавать в Civil 3D.